ИНОВА 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 более подвержены заболеваниям сердца, чем с женщиной. Почему? С чем это связано? Если обсудить этот вопрос вот с такой точки зрения, то можно сказать так. Женщину защищает сама природа. У женщины есть то, что не хватает нашим мужчинам. Вернее, у мужчин это тоже есть, но у женщин это в разы больше. Это ее женские гормоны, эстрогены, которые и обуславливают сохранность женского здоровья. Не секрет, что до какого-то определенного возраста мужчины, конечно, опережают женщин в плане сердечно-сосудистых катастроф. Это инсульты, это инфаркты. И обусловлено это тем, что мужчины это тестостерон. А женщину защищает, да, ее природа. Но как только женщина впадает в менопаузу, так женщина даже выпрыгивает впереди мужчины по сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть все, защита снята, и она находится в зоне риска. Мы знаем, что инфаркты и инсульты чаще всего случаются у людей пожилого возраста. Стоит ли молодым людям думать о своем сердце? Безусловно. Безусловно, опять, значит, это исходит из предыдущего вопроса. То есть когда мы обсуждали, почему женщина охраняется самой природой, а мужчины нет. Мы встречаем, и не раз встречаем, как у 20-летних, и даже у 18-летних ребят встречаются инфаркты. И надо сказать, что их молодое сердце не подготовлено к этому, да. То есть любая катастрофа, любой из пасм сосудов неминуемо ведет к гибели миокарда. И это может даже закончиться фатальным. А у пожилого человека как бы уже давно сердце привыкло к недостаточному кровообращению. У них есть коллатерали, какие-то силы мобилизующие. И там процесс происходит достаточно вяло. Ну, риски тоже, конечно, сильны. Но у молодых людей они в разы больше. И есть такие заболевания, которые больше характерны для молодых людей. Это миокардиодистрофия, это кардиомиопатия. Особенно если парень занимается спортом, если он занимается культуризмом. Как раз хотела задать вопрос. Влияют ли физические нагрузки на заболевания сердца? Безусловно. Умеренные физические нагрузки, как бы это здоровый образ жизни. А он, наоборот, приветствуется. Это всем понятно. А вот чрезмерные нагрузки, связанные с подъемом отяжелений, с применением препаратов, которые стимулируют рост мышц, они могут закончиться печально для молодого человека. Отличается ли лечение патологии у взрослых и молодых? Да. Если у взрослых людей мы больше говорим про давление, про холестерин, то у молодых людей, я говорю, что это обусловлено немножко другими заболеваниями. Там, допустим, воспалительным происхождением, когда вот человек на ногах перенес ту же пневмонию или недостаточно уделял этому внимание, у него может, видя осложнение, пойти миокардиты, коронарииты. И вот эти коронарииты, это воспаление сосуда коронарного может приводить к тем инфарктам, о котором мы говорим. Я помню и никогда не забуду своего первого пациента, молодого человека, 18-летнего, которого я была удивлена, и он попал с инфарктом. Он оказался в стрессовой ситуации, он был водителем маршрутного такси, у него оказалась аварийная ситуация на дороге, произошел спазм сосуда, и это привело вот к инфаркту. Вот если в это время человек остается один, он может сам себе помочь? Ну, допустим, нет никого в доме или на улице, вот он оказался один. Да, безусловно, нужно попытаться успокоиться и, конечно же, тут же вызывать скорую помощь. Если вдруг дома оказался тот же нитроглицерин, тот же аспирин, то желательно немедленно принять эти таблеточки в виде аспирина, любого, какой был под рукой, лучше его даже разжевать, чтобы он подействовал немедленно. И если вдруг есть боли от взрослого поколения нитроглицерины, то положить его под язычок, при этом никакие волокордины, никакие-то валерьянки, корвалолы этому процессу не помогут. Как минимизировать риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте? Думаю, что это опять-таки та тема, о которой мы вначале сам говорили, что да, спорт полезен, но большой спорт, он не полезен, он как раз наоборот приносит, да, он приносит больше вреда, чем пользы, потому большим спортом заниматься нужно с определенными врачами, которые будут следить за твоим здоровьем. А в плане физкультуры, а в плане того, что ты занимаешься для здоровья, там та же ходьба, те же пробежки, это только приветствуется. Мужчины сталкиваются с заболеваниями сердца и сосудов в более раннем возрасте, нежели женщины. Одна из причин большая распространенность среди них тех вредных привычек, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Вредные привычки, если люди, которые сейчас нас слушают и скажут ужаском, но набило все то, что вы говорите. Да, мы поняли лишний вес, да, мы поняли, да, что это курение, да, мы поняли, что это алкоголь, да, это... Продолжают, потому что для них это пустые слова, пока это не сопряжено с их здоровьем. Человек, такое существо, он вдруг начинает ценить свое здоровье и оценивать все то, что ему говорили до того, как он начинает это здоровье терять. Как в условиях пандемии обстоят дела с сердечными заболеваниями? Как часто к вам люди обращаются с заболеваниями сердца? Ну, это же, это, к сожалению, тоже уже доказано. Весь мир увидел, что то, что мы говорили, худей, занимайся спортом, веди здоровый образ жизни. И это применимо, вот на фоне пандемии ковид мы увидели, что, конечно, если человек стройный, если у него нет сопутствующих заболеваний, то он в разы лучше переносит эту болезнь, чем те люди, которые заведомо имеют сопутствующие заболевания, тот же самый избыточный вес. И потому эта болезнь просто показала, что все, что мы говорили, это было все справедливо и правильно. Но и не поздно, и сейчас поменять себя, мне так кажется. Сердце – один из самых сложных органов в организме человека, который определяет его здоровье в целом. Чтобы наш мотор работал исправно и без перебоя, нужно правильно питаться и давать постоянно физическую нагрузку своему телу. И не забывайте о том, что регулярные медицинские осмотры у врача-кардиолога помогут вам уберечь ваш организм от серьезного лечения. Не болейте и берегите себя!